Иван Лукеря, заместитель министра развития громад и территории Украины. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Это программа официальной разговоры. Мы будем говорить о развитии регионов и о большом строительстве 2021. Здравствуйте. Рада вас видеть. План большого строительства в 2020 году был даже перевыполнен. 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект уже готовы принимать посетителей. В 2021 году количество объектов планируют увеличить. Каким будет приоритетный проект большого строительства на Донбассе, расскажет Иван Лукеря. Большое строительство 2021. В этом году мы планируем реализовать около 300 проектов социальной инфраструктуры. В дополнение также 200 амбулаторий, это в сельской местности. А также несколько проектов, которые более-менее ориентированы на экономическое развитие региона. Например? Ну, например, по Донбассу, например, для нас такой приоритетный проект регионального развития, это «Вода Донбасса», решить, наконец-то, проблему водоснабжения в населенных пунктах по всей территории Донецкой области, построить дополнительные коммуникации, провести трубы для того, чтобы все города Донецкой области получали чистую воду. Это один из топ-приоритетных проектов. И в этом году мы финансируем по фонду регионального развития около 150 миллионов гривен. Но этой суммы недостаточно, поэтому мы ведем также дискуссии с Министерством финансов и нашими международными партнерами, для того, чтобы привлечь дополнительный ресурс на реализацию проектов «Вода Донбасса». Вот это один из топ-экономически важных проектов для региона. Я знаю, что вы инспектируете непосредственно объекты, которые строятся. И в то же время иногда звучит критика в сторону власти о том, что эти объекты, во-первых, в прошлом году они заканчивались предыдущей властью, которая начала строительство этих объектов. Второе, то, что я читала, что они недостаточно качественные. Вот какие критерии качества и какие критерии приемки вас как инспектора? Ну, в первую очередь, о критике, что начинали не это правительство, а предыдущее или позапозапредыдущее правительство. Но на самом деле мы взяли весь лист, весь список проектов, которые начинались в разных регионах. И проблема была в чем? Что по три копейки, но финансировали несколько сотен проектов. И для того, чтобы их завершить, нужно миллиарды-миллиарды гривен. И, собственно, никто не был заинтересован просто взять и их завершить. Мы что взяли? То, что нужно завершить. Взяли, включили в проект «Большое строительство» для того, чтобы его достроить. У нас есть такие проекты, которые начинались в 2016-2015, есть такие объекты, которые начинались в 2005 году. И кому-то было интересно их не достраивать по разным причинам. Мы сказали, что так больше не будет. Проекты должны быть утверждены, профинансированы и завершены в течение трех лет максимум. И, собственно, в 2020 год мы большую часть таких проектов взяли и завершили в течение одного года. Это первое. По поводу качества. Ну, собственно, для нас топ-приоритет — это как раз качество. Не просто качество, а эстетичность проектов. Они должны быть дизайнерские. Современные. Если мы говорим о школах, например, или детских садиках, это не должны быть унылые советские здания, как это было раньше. Это должны быть нормальные красивые здания, где комфортно и интеллектуально хочется учиться и развиваться. Это первое. То есть новый подход до формирования пространства в школах и в садиках — это первое. Второе — это, конечно, энергоэффективность. Мы говорим о полной термомодернизации, комплексности проектов. Все шаги, которые должны быть в направлении энергоэффективности, они должны быть обеспечены на таких объектах. И третье напрямок — это инклюзия. То есть люди с ограниченной возможностью, инвалиды, должны иметь доступ и возможность попасть в пространство комфортно и без сторонней помощи. То есть это три ключевых для нас подхода, которые мы подходим к реализации проектов. Недавно мы были в Донецкой, Луганской области, Днепро, Запорожье в ближайших планах. Это также Херсонская область, Юг страны. Собственно, для того, чтобы проекты были качественными. Потому что это государственные деньги. Это только государственные деньги из госбюджета? Это партнерство. Это партнерство госбюджета, в частности, фонд регионального развития, который есть основным инструментом финансирования проекта, большое строительство, а также местных бюджетов, в первую очередь. Это областные бюджеты, а также бюджеты органов местного управления, громад, которые также участвуют в софинансировании. В разных пропорциях, по разных проектах это может быть минимум 10% с местных бюджетов, до 50 на 50 равноправное партнерство. Ведете ли вы переговоры с международными донорами? Оказывают ли они, может быть, какую-то точечную помощь? У нас есть очень эффективное сотрудничество с Европейским инвестиционным банком, ЕИБ. Собственно, сейчас мы реализуем около 230 проектов по реконструкции социальной инфраструктуры в 9 регионах, начиная от Донецка, Луганска, Днепра, Запорожья и так дальше, общей стоимостью 200 миллионов евро. Сейчас мы на финальной стадии ратификации нового соглашения на сумму 340 миллионов евро. Это более чем 10 миллиардов гривен для как раз создания комфортной социальной инфраструктуры в регионах, которые пострадали от агрессии Российской Федерации на востоке Украины. Сколько построено больниц, построено, отремонтировано на Донбассе? По больницах у нас идет в первую очередь реконструкция, завершается реконструкция. Второй ячейки медицинской помощи – это приемные отделения для того, чтобы больных не получали неотложную медицинскую помощь имедиатли, очень быстро, в комфортных приемных отделениях. И в Луганской области реконструировано 7, по-моему, приемных отделений и 12, то ли 14, в Донецкой области. Это приемные отделения. Также мы финансируем такие специализированные медицинские учреждения, больницы. И, собственно, для Донецкой области сейчас мы начинаем реконструкции, то ли в ближайшее время строительство специализированной больницы, которые, собственно, остались на временно неподконтрольной территории, и нужно их создать уже сейчас, в Краматорске и в Северодонецке. Я знаю, что министерство очень активно работает над тем, чтобы развивать села. Что можете ли вы рассказать, что делается в том, чтобы вот эту миграцию из села в город остановить? Какая помощь селам? Первоочередное наше задание – это как раз остановить миграцию за границу. То есть если люди мигрируют с сел в города, в города украинские, в Украине не так критично, как в Польше и в Чехию. В первую очередь мы провели административно-территориальную реформу, создали самодостаточные громады, в том числе и сельские громады. И сейчас наша среда – поддержать рабочие места, поддержать развитие сельских громад. Есть несколько направлений. Я их так видел в два большие. Первая – это комфортная социальная инфраструктура. То есть мы говорим, что в каждой сельской громаде должен быть футбольное поле с мягким покрытием и беговыми дорожками. Амбулатория с семейным врачом. Центр на предоставление административных услуг, ЦНАП. Центр безопасности, где будет машина помогать с пожарами. Это, в общем-то, добровольная бригада. И также полицейские громады. Вот такие центры безопасности создать в каждой громаде. Получается? Это одно ключевое направление. И это часть большого строительства. Только в этом году мы завершим 200 амбулаторий. Это в каждой сельской громаде, собственно. И второе направление – это экономическое развитие этих громад. В рамках наших финансовых возможностей и ресурсов мы стимулируем, в первую очередь, предпринимательство в сельской местности, создание кооперативов о сельском хозяйстве. Молочные, может быть, крафтовые продукции, яблочные кооперативы и так дальше, и так дальше. Это в зависимости от территории, о которой мы говорим. В Карпатах – это одна история. В Луганской области и север Луганской области, которая, собственно, сельскохозяйственная. Это другая совсем история. Но вот такой подход по развитию сельской местности. Давайте об этом чуть подробнее поговорим уже в следующей программе. Спасибо вам большое за разговор. Иван Лукеря, заместитель министра развития громад и территории Украины, был у нас в гостях. Мы говорили о развитии регионов и о большом строительстве 2021. Оставайтесь с нашим телеканалом, и мы обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин